Десятки стендов с инновационной продукцией, мастер-классы и площадки, на которых преподаватели делятся опытом образовательной программы. На два дня Нижегородский Анкудиновский парк стал местом образовательного форума. Лектории такого масштаба для педагогического состава и руководителей школ в регионе проходят впервые. Еще пять лет назад бытовало мнение, что на уроках технологии мальчики работают исключительно с металлом и древесиной. Девочки занимаются шитьем и кулинарией. Теперь подрастающее поколение параллельно осваивает иные навыки. Первую четверть дети занимаются по более привычной программе. То есть они занимаются с деревом, ручной труд, деревообработкой. Вторая четверть устройство компьютера, материальную базу, из чего компьютер состоит, как его разобрать, собрать, почистить, какие-то неполадки. То есть дети изучают профессию системного администратора. Третья четверть у нас занятия идут с металлом, то есть опять ручная обработка металлов. И четвертая четверть у нас опять робототехника, сетевое администрирование. На соседнем стенде 180-го лицея представлен проект реализации школьной журналистики. Теперь дети не просто пишут и верстают еженедельный вестник или таблоид, ведут канал на ютюбе, снимают, монтируют видео, берут интервью, делают полноценный контент. Это позволяет подросткам определиться в дальнейшем выборе профессии, рассказывает начинающий видеооператор Полина Назарова. Это развивает творческие способности. Творчество во всем важно. И в серых буднях нужно куда-то стремиться выплескивать свое творчество, энергию. В этом году, думаю, физиков, в следующем журналистиков, в позаследующем вообще программирование какое-нибудь. Все возможно. Основное событие форума конференция. Более тысячи педагогов, руководителей школ, представителей регионального министерства образования и городского департамента обсуждают планы на год грядущий и реализацию нацпроекта образования. Одно из приоритетных направлений в ближайшее время так называемое цифровое портфолио ребенка, где будет собрана вся статистика его творческой и профессиональной деятельности. В дальнейшем данная учетная запись будет основой для его работы в библиотеке. Как не страшно для наших детей учетная его посещаемость. Потому что это точно так же через фуар-фуды, через систему оценивания будет видно, где кто куда. Там же будут отмечены те достижения, которые у него есть. В результате мы получим полноценный цифровой портрет каждого нашего выпускника. Мэр города Владимир Панов, в свою очередь, сообщает о пути решения проблем насущных. В Нижнем Новгороде есть учебные учреждения, нуждающиеся в ремонте и модернизации. Местами присутствует нехватка школ и мест в классах. При поддержке Евгения Сергеевича и заказательного собрания сейчас в городе начинает, скажем так, масштабнейшая программа пока применения школы. Она, может быть, идет не так быстро и не так качественно, как хотелось бы, связанная с этим. Сейчас в капремонт-школу участвует 31 школа. 31 школы в 17-м году подготовлены на проектную документацию. Когда мы стали уже готовить проектную документацию для того, чтобы проводить конкурсы и занимать подрядчиков, оказалось, к сожалению, что проектная документация очень низкого качества. Сейчас органы власти всех уровней решают эту проблему. В 2020 году должен начаться масштабный ремонт городских школ. А к 2025 году в городе появится 16 новых. Это не только примерно 20 тысяч новых мест, но и ликвидация второй смены. Проблема которой сейчас остро стоит во всех районах. Олег Ларов и Алексей Завылов. Время новостей. Продолжение следует...